Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Вадим Дзюба. О главных событиях этой недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Вячеслав Никонов представил свои книги, вышедшие в период пандемии. Русский язык стал вторым по использованию в интернете. Фестиваль памяти Высоцкого приглашает к участию. А теперь более подробно об этих и других новостях. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся онлайн-брифинг председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию и науке, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова. В ходе мероприятия политолог представил свои новые книги, вышедшие в период пандемии. Познакомилась с изданиями моя коллега Полина Прокопенко. Каким запомнился XX век, что представляли из себя ключевые фигуры этого времени и в чем заключается предназначение российской цивилизации? Эти и другие проблемы поднимаются в новых научных изданиях Вячеслава Никонова. За период карантина автору удалось закончить четыре новых книги. Работа над некоторыми из них продолжалась несколько лет. Как вспоминает сам Вячеслав Никонов, во время подготовки книги о личности Владимира Ленина ему пришлось перечитать 55 томов сочинений знаменитого революционера. В своей книге писатель поделился личным восприятием этой неоднозначной исторической личности, а также попытался всесторонне раскрыть биографию Ленина. Ленин – это человек, чьи взгляды до сих пор разделяются огромным количеством людей не только в нашей стране, но и во всем мире. С другой стороны, это действительно человек, который сломал парадигму нашего общественного развития. И самое главное, что сделал Ленин, и в чем он изменил все, он отказался от тех основ, на которых зиждилось человеческое общество на протяжении даже не столетий, а тысячелетий до него. Эти столпы, собственно, были собственностью, частная собственностью. На этом строилась вся человеческая цивилизация, человеческая жизнь до Ленина. Ленин отменил собственностью. Частная собственность исчезла. Ни у кого ничего не стало в 1917 году. Это действительно был удивительный исторический эксперимент, когда действительно у людей не стало ничего. Новые труды Вячеслава Никонова были посвящены событиям Великой Отечественной войны. Так, сразу две книги «Беспамятство, кто начал Вторую мировую войну» и «28 мгновений весны 1945-го» расскажут читателю о главных военных событиях XX века. Примечательно, что одна из этих книг стала продолжением одноименного интернет-проекта Вячеслава Никонова. Так, с помощью интерактивного сайта «28 мгновений весны 1945-го» пользователи могли ежедневно узнавать об исторических событиях, которые происходили в этот же день, весной 1945 года. Продолжение прошлых исторических работ получила новая книга «Российская цивилизация». По мнению автора, именно эта тема до сих пор остается недостаточно раскрытой в историческом сообществе. В своей научной работе автор особенно выделяет вклад России в мировую историю и культуру. Полина Прокопенко, специальная телерадиокомпания «Русский мир». Русский язык занял второе место по количеству сайтов во всемирной паутине. Результатами такого исследования поделился Государственный институт русского языка имени Пушкина. Почетное серебро. Таким результатом может похвастаться русскоязычное интернет-сообщество. По итогам уникального исследования доля сайтов на русском языке в сетевом пространстве составила 8,6%. Впереди оказался только английский язык, который и занял первое место. Научные работники Государственного института русского языка имени Пушкина исследовали, как используется русский язык в интернете. Его распространение в других странах, международных организациях и дипломатических сообществах. Как оказалось, именно в сетевом пространстве русский язык столь популярен. В тройку самых русскоязычных стран вошли также Белоруссия, Киргизия и Казахстан. О вкладе разных стран в общую победу рассказали участники онлайн-встречи в Словении. На конференции обсудили значимость Содружества государств и сохранение памяти о Второй мировой войне. В честь 75-летия победы над фашистской Германией Международный исследовательский центр в славянском Мариборе в течение всего года проводит памятные мероприятия о жертвах этой кровавой истории. Исследовательский центр находится на территории бывшего нацистского лагеря, где в 1942 году в страшных условиях погибли несколько тысяч советских военнопленных. Регулярно на этом месте проводятся лекции и мероприятия по сохранению исторической правды и недопущению повторения нацизма. Мировое зло, преступления против человечности, военные преступления, они подлежат в любом случае наказанию, подлежат в любом случае ответственности, независимо от того, кто и когда их совершил. Соответственно, вопрос об ответственности нацистских преступников он до сих пор является актуальным. На онлайн-конференции выступили представители Словении и Россотрудничества. Многие докладчики обратились к гостям встречи с личной историей, рассказом о своих родственниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны. Хотелось бы рассказать о том, как мы сохраняем память о советских партизанах в Бельгии. Особое место в нашей деятельности отводится сохранению памяти «Короли советских солдат в освобождении Европы». Этой деятельностью мы начали заниматься с 2008 года. К нами собрано и систематизировано большое количество архивных документов, фотографий этого периода. Большое внимание уделяется восстановлению имён неизвестных солдат, похороненных на территории Бельгии. С помощью архивных документов мы восстановили многие имена, например, такие как имена на захоронениях в цитадель, где было разделено в период Второй мировой войны более 500 человек. Среди них 17 неизвестных советских солдат. В 2013 году были установлены имена семи из расстрелянных. На конференции присутствовали также учёные и общественные деятели из России, Австрии, Хорватии, Бельгии и других стран. Они представили недавно рассекреченные документы времён Второй мировой войны. В их числе оказались данные о бузниках крупных концлагерей. В ходе лекции участники обсудили вопрос содружества государств и сохранения общей исторической памяти. Дом-музей Евгения Вахтангова может появиться во Владикавказе, на родине знаменитого российского режиссёра. Над культурным проектом работает творческая театральная группа, и помочь реализовать этот проект может каждый из нас. Все подробности в нашем следующем сюжете. Дорогие друзья, 13 ноября 2021 года Театру Вахтангова исполнится 100 лет. Поддержать создание дома-музея можно на сайте планета.ру. Команда театра имени Вахтангова предлагает возможность не только финансово поддержать театр, но также выбрать для себя один из уникальных лотов, которые представлены на сайте. Например, получить дипломы, книги с автографами, эксклюзивные экскурсии и многие другие призы. Онлайн-фестиваль памяти знаменитого российского актёра Владимира Высоцкого проводится в Приднестровье. Поделиться своим пониманием творчества легендарного музыканта можно уже сейчас. Участники присылают свои видео и авторские исполнения знаменитых песен. Фестиваль памяти Владимира Высоцкого проводится в Приднестровье с 1998 года. Именно тогда по инициативе приднестровского журналиста и общественного деятеля Елены Степановой зародилась такая традиция. Каждую зиму любители авторской песни и меткого слова Владимира Высоцкого собирались на музыкальном фестивале единомышленников. Со временем мероприятие стало так популярно, что вышло на республиканский уровень. В этом году в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой возможности провести традиционную встречу в очном формате нет. И поэтому кураторы проекта решили сделать масштабный онлайн-фестиваль для всех желающих. Проект «Наш Высоцкий» уже стартовал в интернете, и ролики с исполнением знаменитых песен, стихотворений и даже специальных театрализаций всё чаще появляются в социальных сетях. «Я больше не избавлюсь от покоя, ведь всё, что было на душе на год вперёд, она неведомо взяла с собой. Сначала в порт, а после в самолёт». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране или городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакой.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова